Ты – это то, что ты ешь. Разумный человек и питаться должен осознанно. Так считают участники движения «За осознанное питание». Сообществу по гастрономическим предпочтениям уже год. Отпраздновать это вегетарианцы, сыроеды и веганы решили весело и вкусно. Мероприятие направлено на объединение вегетарианцев города, показать людям и рассказать о существующих вегетарианских магазинах или людях, которые могут осуществлять доставку еды. Кроме прочего, приверженцы осознанного питания смогли посмотреть фильм, пообщаться друг с другом, поделиться секретами приготовления различных блюд и даже поучаствовать в кулинарных мастер-классах и дегустациях. Вот, например, шаурма. Но не простая, полностью вегетарианская. Мясную ее часть заменяет фалафель, котлетки из нута, турецкого гороха. В сегодняшнем мире, мире изобилия, быть вегетарианцем проще. И, как утверждают сами участники сообщества, это намного полезнее для здоровья. Доказательств тому масса. Лично я перешла на связанное со здоровьем было. То есть, переход, отказ был от мяса сначала, я увидела уже улучшение. После я отказалась от рыбы, и сейчас мой организм полностью восстановился, потому что были очень серьезные проблемы со здоровьем. Улучшилась кожа, то есть, заметные улучшения на всем теле. Не утихают споры о том, получает ли организм при таком питании необходимое ему количество веществ и микроэлементов. Да, и даже больше. То есть, энергии достаточно намного больше, потому что мясо, оно забирает энергию, которая дается на целый день. И в процессе, поэтому можно больше двигаться, больше заниматься спортом, больше хорошим настроением. Ну, это плюсы огромные. Зачастую причина отказа людей от животной пищи – это сострадание к животным. Так что участники сообщества не могли обойти стороной проблему братьев наших меньших. Вегетарианский фестиваль стал площадкой для сбора средств Ивановскому приюту «Майский день». Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.